В Казахстане ускорят газификацию населения. Доступ к голубому топливу получат еще 300 тысяч жителей страны. Об этом сообщили в Кастрансгаз Аймак. Это станет возможным за счет двукратного увеличения бюджета на эти цели. Напомним, во время Курултая президент Хасым Жумартукаев поручил правительству нарастить темпы газификации населенных пунктов и модернизировать не менее 1700 километров сетей. В компании добавили, что при выборе поставщиков предпочтение будут отдавать отечественным товаропроизводителям, что положительно отразится на экономическом развитии страны. Медработников в России увеличили зарплаты. Это касается тех, кто работает в селах и малых городах. Если раньше в малых городах, чтобы сделать скрининг или пройти полную диспансеризацию, местным жителям частично приходилось ехать за десятки километров, то сегодня передовые технологии, методика лечения есть и на селе. Батыревская центральная районная больница стала кузницей кадров для сельской медицины. Именно здесь появились первые в Чувашии врачи, которые приехали работать по программе «Земенский доктор». Тем более, что теперь условия становятся все привлекательнее. С апреля зарплата медицинских работников в малых городах и селах по всей стране вырастет. В городах, где проживают от 50 до 100 тысяч человек, помимо базовой зарплаты, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, а средний медицинский персонал – 13 тысяч рублей. У докторов, работающих в населенных пунктах, где менее 50 тысяч жителей, выплаты вырастут на 50 тысяч рублей, а у медсестер и медбратьев – на 30 тысяч рублей. Кроме того, до 2030 года продлили федеральные программы поддержки медработников «Земенский доктор» и «Земенский фельдшер». Врачи могут получить по миллиону рублей. Фельдшеры, акушерки и медсестры по 500 тысяч в качестве едем на временные выплаты. Если же поедут работать в отдаленных и труднодоступных районах, то компенсацию увеличится до полтора миллиона для врачей и 750 тысяч рублей для среднего медперсонала. Для Дальнего Востока, Крайнего Севера и регионов Арктической зоны утверждены более выгодные суммы – 2 миллиона рублей и 1 миллион, соответственно. Здесь, в Батревской районной больнице, имеются все условия работы. То есть, мы никуда не отправляя пациента, можем всех здесь обследовать. Проводим скрининг онкологических заболеваний, проводим диспансеризацию. И для этого у нас имеются необходимые все лабораторные инструментальные исследования. 66 врачей сначала в реализации пришли. Но в прошлом году 6 молодых врачей к нам в коллектив влились, и они уже работают. Также земский фельдшер. Мы являемся, скажем так, одним из лидеров в республике. В ряде европейских стран продолжается серия забастовок фермеров. Очередная акция протеста прошла в Чехии. В ней участвовали свыше 2000 аграриев. Они требуют улучшения условий труда, снизить налоги, а также отказаться от экоферм Евросоюза. Одни активисты заблокировали тракторами основной КПП на границе с Германией. Другие свершили марш по дорогам в обход Праги. Отметим к масштабным протестам чешские фермеры. Присоединились две недели назад. Тем временем аналогичные протесты продолжаются и в Польше. Часть фермеров заблокировали тяжелой техникой автотрассу на въезде в столицу. Остальные проводят около 500 пикетов по всей стране, в том числе в Аршабе, Быгдэше и Катавице. Агрария также выступает против налоговой агрополитики Евросоюза и дешевого экспорта сельхозпродукций из третьих стран. В демонстрациях приняли участие свыше 70 тысяч человек. Мы за то, чтобы создать больше рабочих мест в стране, чтобы наши продукты были конкурентоспособны как на внутреннем, так и на внешнем рынке. А еще мы устали от бесконечных проверок правительства, новых правил и бюрократии. От этого только больше вреда, чем пользы. Румыния и Болгария вступят в шенгенскую зону с 31 марта. Совет ЕС отменил пограничный контроль на воздушных и морских границах. Однако контроль на наземных пограничных пунктах пока сохранится. Переговоры о вступлении двух балканских стран в Шенген велись более 13 лет. Большинство государств блока, в том числе Австрии и Нидерланды, высказались против такого решения. Они заявляли, Бухарест и София не смогут эффективно осуществлять пограничный контроль из-за наплыва нелегальных мигрантов. По этой причине страны вступят в шенгенскую зону лишь частично. Отметим, в зоне с упрощенным паспортно-визовым контролем проживают больше 400 миллионов граждан. Редактор субтитров А.Семкин